Долгие 10 лет бурятские тэквондисты ждали этого события. И, наконец, в прошлом году в гонке за право проведения чемпионата России наша республика обошла Казань, Санкт-Петербург и Москву. Хорошие команды собрались, сильные поединки, плотные. Редко увидишь поединок, который в одну калитку, как говорят, нас выигрывает. Поединки проводятся довольно плотные бои с перевесом одного спортсмена, другого. Это говорит о том, что общий уровень тэквондо вырос. Но уровень – это сложная техника, красивая, зрелищная. Бои идут очень напряженные. Трамп достаточно много, серьезных таких переломов нет. Но посттравматические носовые кровотечения, где-то ушибы, подвывихи есть. То есть травм достаточно много. Спортсмены настроены серьезно, ведь попасть в сборную России и участвовать в соревнованиях такого масштаба – большая честь. Кому-то уже первые поединки дались с большим трудом, а кто-то прошел первый фильтр с легкостью. Вот именно по этим соревнованиям это был слабый противник. Это был только разминочный бой. Первый, наверное, на моих соревнованиях сейчас, нынешних. Дальше, мне кажется, будет сложнее. Настраиваюсь на победу. Надеемся, который год подряд уже не менее чем 10 лет сборная России занимает первое место на чемпионате Европы. По общему количеству первых мест. Соответственно, мы надеемся, собственно, что и в этот раз так и будет. Я уверен, что так и будет. Ну, будем держать кулаки. 90 сильнейших спортсменов представят сборную России на чемпионатах Европы и мира. Попадут ли в их число спортсмены из Бурятии, мы узнаем уже в конце этой недели. Софья Гуртовая, Николай Дулбаев, Телекомпания ТВ.